Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. От первых земских собраний до районных советов о реформе местного самоуправления губернатор рассказал жителям Октябрьского района Самары. Не только бизнес, но и личное. Самара встретила делегацию из немецкого города-побратима Штутгарта. Поймали на удочку. Кому достался главный улов соревнований «Рыбалка без границ» – Кубок главы города. В первую очередь, особая экономическая зона открылась в Тольятти. Инвестиции в нее уже составили более 9 миллиардов рублей. Больше половины из них – это средства резидентов. Ими стали 16 компаний из 8 стран, в том числе России, США и Японии. Два резидента – турецкая «Нобель Автомотив» и испанская «Сия Автомотив» – уже приступили к работе в тестовом режиме. Пять лет назад в российском правительстве подписали постановление о создании в Самарской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа. На ее территории предусматривается особый налоговый режим. Сейчас подрядчики приступили к строительству второй очереди особой экономической зоны. По планам, к 2020 году резиденты создадут тут более 7 тысяч рабочих мест. И это не предел, отметил губернатор Самарской области. Тут со временем будет эта зона. Примерно 100-150 тысяч человек может вокруг себя объединить людей, которые будут здесь работать и оказывать разного рода услуги друг другу. И в этом смысле, конечно, это огромный скачок. И плюс все абсолютно на новой основе, новой технологии, новые подходы. На праздник, посвященный Дню города, в Самару приехали гости из города-партнера Штутгарта. Немецкая делегация примет участие в торжественном открытии памятной доски одному из первых самарских губернаторов, общественному деятелю, создателю лютеранской общины в Самаре Константину Гроту. А затем возложит цветы к памятнику первому самарскому воеводе Григорию Засекину. Уже более 20 лет Самару и Штутгарт связывают не только партнерские, но и дружеские отношения. О дальнейших перспективах речь шла на встрече в администрации Самары. Олег Фурсов еще в 92-м году участвовал в подписании соглашения о сотрудничестве между двумя городами. Результатом плодотворной работы за этот период стали совместные молодежные и спортивные проекты. Был создан Центр общения поколений, рассчитанный на людей разных возрастов. 90 самарских предприятий имеют торгово-экономические связи с партнерами в Германии. Самара заинтересована в обмене опытом в сферах ЖКХ, поддержке предпринимательства, экологии и подготовке к проведению матчей Чемпионата мира по футболу, отметил глава администрации Олег Фурсов. В 93-м году был в Штутгарте открыт мост, который был назван именем Самары. Так и общение молодежи наших стран позволяет выстраивать мосты дружбы, понимание, которое позволяет сближать наши позиции, наши культуры. У нас очень активное взаимодействие между нашими городами Штутгартом и Самарой. Оно осуществляется в разных сферах, но я особо хотел бы подчеркнуть прекрасное сотрудничество в области молодежной политики. Город Штутгарт имеет 10 городов-побратимов, и надо отметить, что Самара один из самых активных. Власть, близкая к народу, залог быстрого развития города и эффективной работы на местах. На встрече с жителями Октябрьского района губернатор Самарской области Николай Меркушкин рассказал о важности реформы местного самоуправления и ответил на вопросы горожан. Как изменился родной Октябрьский район? Видно невооруженным глазом, уверены жители. Благоустроенные дворы, обновленные проезды. То, о чем мечтали годами, удалось воплотить в жизнь с помощью общественных советов микрорайонов. Сейчас хорошая асфальтированная трасса, ремонтируются дома, ремонтируются подъезды. Я доверяю нашей власти. Я уверена в том, что все то, что делается, будет еще с удвоенной энергией еще больше делаться, и наш город из провинциального города превратится в скором будущем в центр, один из лучших ведущих центров России. Общественные советы появились в ходе реформы местного самоуправления. После выборов 13 сентября каждый район Самары станет самостоятельным. У него появится бюджет, а значит и возможность решать текущие проблемы. О давних традициях сильного местного самоуправления напомнил на встрече с жителями глава региона. 150 лет назад именно в Самаре появились первые земские собрания. Может быть мы станем родоначальниками не только. Вот сейчас в первой стране мы опускаем, формируем полноценные районы, полноценную власть со своими представителями, народными представителями в райсоветах. Со своими источниками доходов. Определяция отряда видов налогов, которые напрямую будут поступать в райсовет. Мы попытаемся, чтобы налог на землю, налог на недвижимость, налог на малый бизнес, который есть, он в основном пошел в районы. Помочь городу преобразиться можно только объединив усилия. Власть, близкую к народу, жители определят на выборах в районные советы депутатов 13 сентября. Алина Чемери, Станислав Левин, События. Чтобы не забывали о подвигах предков, героям Советского Союза и России в этом году будет посвящен парад памяти 7 ноября. Об этом рассказали на организационном совещании регионального отделения партии «Единая Россия». По традиции парад пройдет на площади Куйбышева. Участие в нем примут представители предприятий, вузов, общественных, молодежных и патриотических организаций Самарской области. Приедут гости из городов Приволжского федерального округа. В качестве почетного гостя участие в параде примет председатель комиссии по культуре Общественного совета Министерства обороны, народный артист Советского Союза Василий Лановой, сыгравший советских солдат и офицеров в десятках художественных фильмов. Образ, созданный в фильме «Офицеры», я думаю, что для многих становился одним из мотивов и аргументов, чтобы тоже посвятить свою жизнь служению Отечеству. И он с удовольствием принял наше приглашение. Он будет одним из участников. Я думаю, что это тоже придаст нашему параду дополнительный интерес. В рамках проведения парада пройдет военно-патриотическая акция под названием «Спасибо за верность, потомки». Зрители и участники смогут увидеть архивные видеокадры парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, снятые корреспондентами военной киностудии города. Лучшая благодарность ветеранам – реальная помощь. Люди, прошедшие войну и лишения, и сегодня не всегда живут в комфорте. В Куйбышевском районе Самара Общественный совет помог ветерану Великой Отечественной войны. В его квартире установили пластиковые окна. Когда началась война, Марии Ивановне Мельниковой было 10 лет. Пришлось идти работать. Днем убирала хлеб с поля, вечерами вязала носки и рукавицы солдатам. Выращивала табак. Все для фронта, все для победы. Для Марии Ивановны это были не пустые слова. После войны Мария Ивановна работала врачом в детском саду на 116-м километре. Там и получила квартиру, в которой живет по сей день. Последние зимы в доме ветерана было холодно, старые деревянные рамы рассохлись. А проблемы Марии Мельниковой узнали члены Общественного совета и заменили окна ветерану. В 45 лет они были эти окна. Они уже отжили свое. Очень холодно было. Мы клеили, заклеивали на зиму. И утепляли. Ничего, мало помогало это. Ну, не знаю. Думаем теперь, не будем замерзать. Общественный совет микрорайона Придорожный в Куйбышевском районе работает с утра до позднего вечера. Территорию в несколько кварталов члены совета знают досконально, знакомы с каждым жителем. И пытаются быстро реагировать на все текущие проблемы. Сейчас мы здесь находимся, скажем так, с госприемкой данного объекта. Очень хорошее качество, двойной стеклопакет, отлично сделаны откосы. Я думаю, эти окошки прослужат очень долго. У меня двояко чувство. Очень плохо, конечно, что у нас еще есть ветераны, которым нужна такая вот, ну, как-то мелкая практическая помощь. Было бы здорово, конечно, чтобы они у нас все были обеспечены от и до. Но, с другой стороны, хорошо, что есть возможность у некоторых людей помогать ветеранам, ну, соответственно, чем мы и занимаемся. Впереди у общественного совета решение накопившихся проблем. В микрорайоне не хватает детских площадок. Внутриквартальные проезды требуют ремонта. Вместе с депутатами районного совета, которых горожане выберут 13 сентября, каждый район города получит свой бюджет. Таковы следующие этапы реформы местного самоуправления. Решать текущие вопросы станет легче, уверенно, в районе. Сергей Кизоркин, Павел Пресняков, События. Самарская набережная в новом свете. Ремонт на участке между улицами Красноармейская и Вилоновская планируют закончить в ближайшее время. В самую старую очередь набережной комплексно обновляется впервые за десятки лет. Теперь здесь появится детская и спортивная площадка, клумба и зеленые насаждения. Ни зной, ни дождик проливной им не помеха. Работы по ремонту набережной ведутся в любую погоду. Обновлять последний участок первой очереди начали в мае. Выложили дорожки тротуарной плиткой, установили уличное освещение. Ливневку полностью заменили. Проложили водопровод и хозяйственно-бытовую канализацию. Теперь здесь будет все для прогулок и отдыха. Детская площадка устроена, спортплощадки сделаны. Парковочные места для гостей города по улице Максима Горького расширены. То есть, если раньше было 50 парковочных мест, у нас сейчас появилось 117. Особое внимание клумбам и зеленым насаждениям. Чтобы цветы и газоны не теряли сочный цвет, установили систему автополива. Всего на участке набережной обновили более 30 тысяч квадратных метров территории. Ходили в прошлом году по этой набережной, которая старая была, с равной листой, которую мы построили. Здесь был асфальт. Асфальт и зелени было очень мало. Очень мало зелени было. Люди здесь по этой набережной ходили очень мало. Сейчас посмотреть на улицу Ленинградскую, какой там поток детей, взрослых. Первая очередь набережной, самая старая в Самаре, построена еще в 50-е. Прежде комплексного обновления здесь не производили. Участок между Красноармейской и Вилоновской наиболее трудозатратный. На его ремонт с городского и областного бюджетов направлено почти 200 миллионов рублей. Участок набережной от Красноармейской до Вилоновской для жителей и гостей города по плану должен открыться к ноябрю. Но рабочие, как истинные стахановцы, идут с опережением сроков. И уже 2 октября планируют подарить городу обновленную набережную. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. Вместо сорной травы цветущие клумбы. Почти 10 миллионов квадратных метров земли освободили в Самаре от амброзии. Уничтожение мощнейшего аллергена сорняка началось еще в мае, а закончится в октябре. Пик разрастания травы как раз приходится на конец лета, начало осени. Подробности в нашем сюжете. В сорной траве газонокосильщики не оставляют ни одного шанса на выживание. Хоть и переводится название амброзия из древнегреческого как «бессмертие», самарские рабочие берут ее измором. Косить начинают еще в мае, самые первые молодые побеги и до первых заморозков. С амброзием боремся в первую очередь, скашиваем ее. Трава бывает и жесткая, которую выдираем руками, что не получается кошением. Главное – не дать растению зацвести. Пыльца амброзии – сильнейший аллерген. Кроме того, это один из самых живучих и агрессивных сорняков. Вытесняет с газона другие растения и уплотняет почву. Потому в Самаре на борьбу с амброзией каждый день выходят десятки бригад. Конечно, будет ровно, культурно. Хорошо, молодцы. Это работа обычная. Красивый город должен быть красивый. Значит, должны убирать эту траву. В порядок приводят не только городские газоны вдоль автомагистралей, парки, скверы, но и территории во дворах. За эту работу отвечают управляющие компании. Больше всего амброзия разрастается на заброшенных стройплощадках. Но и там до нее добрались неутомимые рабочие экстримерами. На сегодняшний день работа по неблагоустроенным территориям выполнена практически на 94%. Я хотел бы отметить, что эта работа ведется по всему городу, не локально, не только в центральной части, но и захватывает, так скажем, безымянку, спальный район, из Упчинина, Кухойбышевский район. Вместо дикой амброзии – культурные растения. Вместо аллергенов – цветочные ароматы. В Самаре восстанавливают газоны по городской программе озеленения. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков, События. Молодежь – за комфортный город. Активисты Советского района обсудили, как смогут повлиять на преображение Самары. В ходе реформы местного самоуправления десятки молодых людей вошли в состав общественных советов. Подробности у Валерии Макаровой. Ключевые вопросы развития Самары обсудила молодежь Советского района. Такие встречи на районном уровне стали уже традицией. Идея вообще провести такие районные встречи пришла нам после большого форума. Там присутствовали руководители и лидеры всех крупнейших молодежных общественных организаций города Самары. На встрече присутствовал глава администрации Самары Олег Борисович Пурсов. В центре внимания – участие молодежи в жизни Самары, волонтерство, творчество, спорт, политика. Обсудили и реформу системы местного самоуправления, и то, какие возможности она открывает для активных молодых людей. Какие возможности получат? Возможности участия, возможности непосредственных перемен в своем маленьком местном сообществе. Но здесь должно быть главное – это желание самого молодого человека. В ноябре Самара станет сердцем студенческой жизни. Здесь пройдет федеральный форум «Россия студенческая» и финал национальной премии «Студент года». Валерия Макарова, Павел Пресняков, События. «Мы вместе», – заявляют самарские волонтеры. Участие в добровольческой акции приняли около 400 студентов среднеспециальных учебных заведений губернии. Летом ребята ездили в Сакский район Крыма, помогали жителям, приводили в порядок пляжи, организовывали флешмобы и концерты. На закрытии акции «Мы вместе» побывала Алина Чемерес. Для девушки с шекспировским именем Джульетта поездка в Сакский район Крыма стала не просто путешествием. На Черноморском побережье она встретила настоящих друзей. Последний день мы все плакали, просто сидели, свечка у нас была, и как всегда мы столько пересказывали, что случилось, что очень хочется попасть снова. Для самарских волонтеров слова «Мы вместе» уже стали девизом. Добровольчество для ребят даже не образ жизни, а необходимость. Это новое общение, новые знакомства, новые положительные эмоции. Когда ты помогаешь людям, безвозмездно, это всегда понимаешь, что ты себе сделал галочку, что ты хорош, что ты знаешь в этом мире, что ты можешь помочь людям, так или иначе. Для ребят такие волонтерские поездки – еще и отдых. Многие из них впервые увидели море. За лето в Саксском районе Республики Крым побывали почти 400 добровольцев. Все они студенты колледжа и техникума в Самарской области. Ребята наводили порядок на пляжах, собирали урожай, проводили для детей уроки рукоделия. Мы уже это делаем не первый год. Наши волонтеры участвуют в подготовке школ к новому учебному году. Они обеспечивают заботой или охватывают заботой ветеранов Великой Отечественной войны. Участвовали в восстановлении памятника в селе Геройское девяти героям Советского Союза. Сделано за эти годы огромное количество добрых дел. Я думаю, что это тоже позволяет нам лучше узнать друг друга. Встречал солнечный Крым, солнечное море. Очень много впечатлений человеческих. Глаза горят, они улыбаются, они дружат между собой. И самое главное, их доброе сердце становится еще больше и больше и больше. Сегодня Самарская область – один из регионов страны, где активнее всего развивается добровольческая деятельность. Волонтеров в губернии десятки тысяч. Помогать крымчанам ездят только лучшие. На поддержку Саксского района ежегодно из областного бюджета выделяют 40 миллионов рублей. Алина Чемерс, Павел Пресняков, События. В благодарность за активность и реальная помощь. Жители многоэтажки на Огибалово теперь будут заходить в обновленные подъезды. В прошлом году они пришли на выборы практически всем домом. Управляющие компании предложили сделать ремонт подъезда. Региональные власти идею поддержали. Вместе с жителями переменам радовалась Алина Чемерес. За звание дома высокой культуры и быта здесь борются, выполняя гражданский долг, шутят жители. Ремонт подъезда в жильцы дома номер 70 по улице Огибалова ждали давно. Мы здесь живем и подъезд это не то место, где пробегаешь быстрее и быстрее, стараясь не смотреть на расписанные какие-то стены грязные. А вот именно хочется, чтобы было красиво. Мечты сбылись, когда в Благодарне за гражданскую активность жителей на ремонт дома по Огибалово выделили почти 2,5 миллиона рублей. Люди сами решали, что нужно сделать. В итоге в подъездах поменяют окна на первом этаже, установят новые двери. Здесь, по идее, должно быть стекло. Двери, ведущие на переходы между этажами, в этом доме не меняли лет 20. Они сделаны из старых материалов и при повышенной влажности разбухают и перестают держать тепло. Чтобы было не только тепло, но и красиво, перед покраской сейчас выравнивают стены. Качество работ жители контролируют лично. Ремонтной работой мы довольны. Стены с масляной краской мы все содрали. Делаем, в общем-то, ровными теперь под краску водоэмульсионную, чтобы это было качественно. Все хотят видеть хороший ремонт. В этом году в железнодорожном районе планируют отремонтировать почти 20 домов. Всего по программе дополнительного финансирования в городе обновят около 200 жилых строений. Поощрять активность горожан в регионе планируют и дальше. После 13 сентября список домов может пополниться новыми адресами. Жители дома номер 70 по улице Огибалова снова всем миром собираются на выборы. Если удастся опять попасть в программу дополнительного финансирования, хотят поменять в доме электрику. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. До решающего часа осталось всего два дня. 13 сентября, в свой день рождения, Самара сделает выбор. Наши корреспонденты будут на избирательных участках с первых минут их работы, до подведения итогов. Чтобы вы первыми узнали, кому доверяют горожане, отстаивать свои интересы в районных советах депутатов. Факты, аналитика, эксклюзивные комментарии экспертов и прогнозы. Все это в нашем эфирном марафоне «Выбор Самары-2015». Природа, дружная компания и хорошее настроение. В Самаре прошли соревнования под названием «Рыбалка без границ». Участие в них приняли порядка 80 человек. Это люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры. Ежегодно соревнования проводит городской департамент социальной поддержки и защиты населения. Кому удалось выловить кубок главы города, увидел Павел Баймаков. Немного терпения и рыбка на крючке. Станислав Кротков рыбалкой увлекается с детства. Вспоминает время, когда рыбы в озерах было видимо-невидимо. А вот с Настей приходилось мастерить своими руками. «Таких улечек не было. Были свои самодельные. И леска была. Из двух, или из трех, или из шести конских валёс сплетали и рыбачили». В соревнованиях приняли участие порядка 80 человек. Это люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры. По словам рыбаков, нет досуга лучше, чем отдых на свежем воздухе в компании друзей. «Соревновательный процесс, конечно, подстёгивает. Охота поймать, охота что-то показать». Лучшего рыбака выбирали в нескольких номинациях. Хорошим уловом смогли похвастаться не все. Тем не менее, многие приехали сюда не столько за рыбой, сколько за хорошим настроением и вдохновением. «Чтобы ты не болела лирика, никогда не была стара. Сосны – вот моя поликлиника. Лыжи – вот мои доктора». Соревнования на Кубок главы города «Рыбалка без границ» стали традиционными в Самаре. Ежегодно они проводятся городским департаментом социальной поддержки и защиты населения. «Люди с ограниченными возможностями не всегда могут вот так вот выехать на природу. Есть ряд обстоятельств, трудностей, чтобы просто приехать и порыбачить». По окончании соревнований участники смогли оценить результаты стараний как своих, так и соперников. Кульминацией по традиции стало приготовление ухи в котелке на костре. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Выбраны имена победителей нашего конкурса в инстаграме «Самара429». Ими стали трое самых активных участников с никами «Аваглад», «Хельга Савельева» и «Алекс Веревигин». Ждем вас 13 сентября в 12.45 на Некрасовском спуске, где будет находиться главная площадка празднования Дня города. Лица нашего канала вручат подарки от партнера конкурса компании «Ситеринг». Телеканал «Самара ГИС» теперь доступен жителям третьей просеки, а также микрорайонов «Крутые ключи» и «Шведская Слобода». Настройте «Самара ГИС» в кабельной сети ЭГС Телеком на частоте 255 и 25 МГц или установите автоматическую настройку канала в базовом и расширенном пакетах. Все вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова